Обычный лист формата А4. На нем скромный дизайн и белым по черному написано, сколько стоило, цитата, горожанам нашего города оборудовать остановку. К примеру, остановка Дом Союзов на улице Вакжанова обошлась в 414 тысяч рублей. Сразу несколько совершенно одинаковых копий расклеено на стенах нового павильона. Но сейчас изуродованное вандалами сооружение новым не назовешь. Без внимания не осталась и остановка на улице Советской, напротив окон областной администрации. Она по сравнению с многими другими ухожена. Стоимость ее, если верить листовке, больше полумиллиона рублей. Горожан указанные цифры удивили, и им с трудом верится в правдивость этой информации. Не знаю, мне кажется, вранье. Ну, это баснословная цена, я считаю. Да, с пределами жили в городе. Это, наверное, кто-нибудь, только не город, наверное, писал. Ну, я не знаю, чьи это планы и вообще, кто это вот такой инициировал, такую сумму. Я не знаю, с каких это позиций вообще, чье это было решение. Вот это непонятно. Ну, это просто для того, чтобы создать ажиотаж в городе, чтобы вот куда деньги деваются. Оценили неизвестные создатели листовых и остановку на речном. Если верить их информации, павильон обошелся в 355 тысяч рублей. Примерно во столько же и новенькая урна. Остановка на Волоколамском проспекте в 483 тысячи. Эти немыслимые суммы, указанные в объявлении, авторы листовки взяли якобы с сайта госзакупок и даже указали ссылку. Но сама ссылка ведет только на сайт, а не на конкретный торг, у которого есть свой номер. Я сомневаюсь. Я, давайте так скажу, моя точка зрения – это слишком дорого. Для, условно говоря, коробки – это слишком дорого. Ну, явно не полмиллиона. Ну, не может полмиллиона стоить. Если она будет инкрустирована серебром, то, наверное, может она так стоить. Но это обыкновенный же металл, пластмасса. Ничего там такого сверхъестественного нет. Не может она столько стоить. Сам собой напрашивается вопрос, кто и зачем расклеил эти листовки. Как сказал Сергей Долаков, администрация города к данным буклетам не имеет никакого отношения. На листовках нет никаких подписей, но и на их изготовлении затрачены силы и средства. И то, что это спланированная акция, нет сомнения. Судя по фразе «горожанам нашего города», со знанием русского языка у авторов этих объявлений проблемы. Возможно, активные горожане решили таким образом попытаться остановить вандалов, которые не могут не пропустить ни одной новой и чистой остановки. Но в эту версию мало кто верит. Схема больше напоминает черный пиар в преддверии выборов. Действительно, 8 сентября состоится Всероссийский день голосования. Однако в самой Твери никаких выборов не предвидится. Поэтому кто и зачем сеет зерно недовольства среди тверетян, понять сложно. Кто может повесить? Да кто угодно. Может, знаете, у нас есть как бы, причем я нисколько людей-то не осуждаю, это нормальное явление все-таки подтолкнуть, поддеть власть. Это нормально, я считаю, это хорошо. Но подтолкнуть и поддевать, наверное, нужно как бы почестнее немножко. Сергей Дилаков советует авторам листовки взять мыло, ведро воды, тряпку и смыть все эти буклеты. Смыслов их расклейки нет. Горожане лишь улыбаются при виде листовок и авторов. Не иначе, как нездоровыми людьми, не называют. Валерия Королева, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ Пилот.